Салям алейкум. Артериальная гипертензия или повышенное кровяное давление – одна из самых распространенных причин обращения к врачу на сегодняшний день. С повышенным давлением обращаются как молодые, так и пожилые люди. Какие обследования проходить, что делать и к какому врачу обращаться, поговорим сегодня с врачом-кардиологом Теслемей Ибрагимовой. Итак, что же такое повышенное давление? Салям алейкум. Гипертоническая болезнь или артериальная гипертензия на сегодняшний день – одно из самых распространенных заболеваний в мире, где каждый второй и третий человек страдает этим недугом. Какие значения считаются повышенными? Принято считать, что цифры повышенного давления начинаются от 140 и 90 мм тутного столба. На приеме достаточно врачу зафиксировать два раза такие цифры, чтобы уже начинать диагностику артериального давления. Чем чревато, то есть какие последствия могут быть от повышенного артериального давления? К сожалению, артериальное давление в мире стоит на первом месте по инвалидизации и смертности от сердечно-сосудистых катастроф. То есть это инфаркты, это инсульты, это кровоизлияние в головной мозг и многое другое. Что такое индивидуальное артериальное давление? Принято считать, что артериальное давление в норме 120 на 80, но есть определенные пациенты, которые склонны к гипотонии и у них давление ниже. Поэтому повышение цифр артериального давления для них могут быть существенно разными. И если мы у нормального человека определяем 140 на 90, повышенное давление, и он может чувствовать себя нормально, то для гипотоника 140 на 90 уже может являться гипертоническим кризом. Человек зафиксировал у себя высокое давление. Что делать? Если человек зафиксировал у себя высокое давление, в первую очередь нужно обратиться к врачу. То есть следующий вопрос у меня, какой врач занимается этим? Да, да. В настоящее время артериальным давлением занимаются терапевты и кардиолог. Как человек себя чувствует при повышенном давлении? Какие симптомы? Симптомы очень разные, начиная от головной боли, головокружения, тошноты. У многих пациентов может наблюдаться дрожь в конечностях, озноб, слабости. Многих интересует вопрос, то есть даже заходя в аптеку либо в медтехнику, люди спрашивают, какой тонометр выбрать и как правильно замерять давление? Тонометры есть у нас механические, автомат и полуавтомат. Конечно же, нашим пациентам удобнее рекомендовать, чтобы они пользовались автоматом или полуавтоматом, потому что в домашних условиях нет возможности кому-то измерить давление пациенту, а сам он может измерить его неправильно. Поэтому автомат, полуавтомат наиболее рационально. В первую очередь мы измеряем давление на обеих руках, потому что есть пациенты, у которых есть атеросклероз и в виду атеросклероза давление на обеих руках может быть разным. В результате мы измеряем давление, определяем на какой руке верхней конечности давления, на какой руке давление больше, и затем вот на этой же руке мы в дальнейшем постоянно измеряем давление. На какой руке следует измерять артериальное давление? То есть какая из конечностей показывает его более точно? Изначально мы измеряем артериальное давление на обеих руках, чтобы определить погрязности. Так бывает у пожилых пациентов атеросклероз и цифры артериального давления могут быть разными на обеих руках. Мы смотрим там, где у нас артериальное давление больше, выше и в дальнейшем измеряем уже на этой же руке. Какие причины повышенного артериального давления? Откуда оно берется? Причины на данный момент возникновения гипертонической болезни, к сожалению, неизвестны. 85% это может быть и генетически обусловленные, 15% это может быть симптоматическая артериальная гипертензия, обусловленная такими заболеваниями, связанной с щитовидной железой, редкими энгодокринными заболеваниями, например, феохромоцитомы, заболеваниям почек, мочекаменной болезни. То есть вот эти 15% мы можем определять, в результате чего возникает гипертоническая болезнь. А 85% к сожалению причины неизвестны. А обследования какие назначаются при повышенном артериальном давлении? В первую очередь мы определяем причины и уточняем риски сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого мы сдаем такие анализы, как общий анализ крови, сахар крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, куда входят и анализы печеночные пробы, ходит липидограмма, ходят электролиты. Далее мы определяем коголограмму, о которой мы всегда говорим, чтобы определять риск тромбообразования. Далее мы определяем, а также назначаем пациенту электрокардиограмму, назначаем суточное мониторирование артериального давления. Обязательно пациент должен вести дневник давления. Также мы назначаем, дополняется обследование УЗИ сердца, УЗИ сосудов шеи, УЗИ почек, УЗИ щитовидной железы и, если нужно, сосудов нижних конечностей. Диагноз поставлен. Какое лечение? Препараты такие, как ингибиторы АПФ и сортаны. Это препараты, которые мы начинаем на старте нашего лечения артериального давления. Плюс к ним еще идет диуретик, то есть мочегонный препарат. Дальше мы оцениваем, насколько давление стабилизировалось, оцениваем по обследованиям риски и, если нужно, назначаем дополнительные препараты. К сожалению, многие пациенты пожилого возраста ходят с высоким давлением, не применяют медикаментозную терапию, что не есть хорошо, так как это ухудшает жесткость сосудов, тяжесть течения заболевания, тяжесть назначения медикаментозной терапии, так как фиксированные начальные комбинации уже не работают, и приходится назначать более сильные препараты. Когда следует прекращать лечение? К сожалению, прекращать лечение мы не можем. Пациентам, которым установлен диагноз гипертоническая болезнь, лечится пожизненно, принимает препараты пожизненно, дополнительно они проходят ежегодное обследование, чтобы опять-таки определять риски, сердечно-сосудистые риски, и принимают постоянно препараты. Существуют ли какие-то меры профилактики? Да, первичные меры профилактики — это отказ от курения, если пациент курит, это отказ от алкоголя, отказ от солёной пищи, то есть есть определённая норма употребления солёной пищи, вот мы должны сводить их к этому минимуму, и умеренная физическая нагрузка. Если вы зафиксировали у себя или почувствовали себя высокое давление, это повод незамедлительно обратиться к врачу, чтобы избежать серьёзных последствий. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!